всем привет друзья мои с вами дарина киев и я рада приветствовать вас на своем канале сегодня друзья мои у нас будут старты старты будут необычные старты будут осенние и они в общем-то были частью празднования такого праздника как мабон это первый осенний праздник колеса года языческий праздник равноденствия которое случилось собственно с вами 21 по 23 сентября когда это у нас с вами день равен ночи особое особое время в году которое хотелось тоже отпраздновать по-особому как любой праздник это всегда какое какие-то начала до всегда и поэтому я решил что дам начать что-то на нам на мабон это было бы прекрасно и показать это вам тоже это видео это празднование нас сегодня будет в двух частях первую часть вы можете посмотреть на основном канале автопати так сказать можно будет глянуть на бусти и в разделе спонсорство так что приходите на закрытые вечеринки я вам буду там очень и очень рада что касается сегодняшнего видео это еще ребята не не ту нет не тот видос из серии про колесо года который я все обещаю снять но благодаря этим стартом благодаря подготовки к ним благодаря тому что очень творилось в за кулисами у меня приблизительно созрело понимание как я хочу вам это все дело показывать что я считаю просто некой победой для себя потому что очень сильно стопорило именно то что невозможно было выбрать формат а сейчас мы более-менее понятен поэтому ждите обязательно будет я прям уже 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 но сегодня пока мы с вами просто давайте осенние старты мы мы с вами будем стартовать какие-то новые проекты проекты эти был и были выбраны не абы как мне в этом деле помогает колода карт и я недавно все-таки решилась на покупку кого-то из серии колеса года и перед нами сегодня собственно мобоновская колода и я их использую ребят не не как пророческие какие-то вещи не не как какая-то значит попытка прочесть будущность и на чем сердце моё успокоиться а как метафорические карты как которые скажем так дают почву для размышлений для саморефлексии для наблюдения за собой для поиска себя для какой-то работы над своим внутренним миром скажем так и также конкретно эта колода она очень позволяет немножечко посмотреть и сбалансировать скажем так свою жизнь и что всегда я считаю большой плюс это всегда очень как так гармония нам мне кажется всегда очень и очень нужна и сегодняшнюю колоду я в общем то использовала для того чтобы получить некое наставление на период с мобона по самайн некие такие вехи над которым мне надо будет подумать поработать обратить внимание и в частности поскольку это такой процесс не быстро и это все-таки работа на собой да то и я под эти карты под эти какие-то вот послания что ли я выбирала работы которые мне будут вышивая которой я буду все время вспоминать о том неком о тоникой мысли которая содержалась в том или нам оракуле и что позволит мне собственно каждый раз обратиться внутрь себя поискать ответы поискать как-то опять же таки посмотреть прогресс и так далее так далее и вспомнить о том что да есть важная вещь которые надо забывать и поэтому многие сегодняшние проекты они были продиктованы вот вот этой вот работой окей карта выпала я посмотрела я значит поразмыслила и выбрала проект мобон в этот в этом году как-то меня прям накрыл я бы сказала потому что я его ждала я даже не знаю как нового года почему мне не очень было понятно очень хотелось нового периода очень хотелось в осени и мне очень хотелось значит как-то с природы слиться поэтому я выходила в лес и я в общем декорировала дом очень хотелось привнести осень домой поэтому у меня сейчас дома букеты сухоцветов у меня листья у меня значит как видите на столе часть коры и в общем я такая прям осень-осень у меня везде и это настолько прекрасно совершенно сочетается с моим внутренним состоянием что я очень я прихожу все время к своему рабочему месту и безусловно радуюсь у меня повышается при настроении сразу мы ездили на фермерский рынок мы купили кучу овощей я делала такое соответственно такое прямо осеннее блюдо как такое рагу овощное закатала я банки с яблочным пюре но чем такая какая-то вот прям история проявленная во всех направлениях своей жизни она дала невероятную радость понимаете радость бытия но это конечно все мои личные какие-то частности я о них безусловно буду тоже рассказывать и делиться когда буду создавать собственно серию потому что мне кажется это может и вас вдохновить или вы может быть как-то какие-то вещи отзовутся у вас и вы сможете порадоваться так же как и я но мы с вами все-таки переходим к вышивке первая карта которая выпала называется вы через геттерами на ней изображены собственно ведьмы на нем все собираются это прекрасно прекрасная карта единомышленников какой-то дружеской посиделки то чего мне безумно не хватает очень хотелось бы чтобы она это у меня тоже случилось честно говоря и но тут дело-то было очень простое мне нужны на самом деле проекты для хэллоуина не за горами собственно сама он же хэллоуин поэтому это прекраснейшая карта для того чтобы вышить какой-то хэллоуинский проект с ведьмой тем более что вышли стах у меня ведьм очень много разных оставалось только дело за малым выбрать какую-то одну из них многие проекты сегодня на самом деле под спутным будут еще вдохновлены тканями которая привезла из поездки я в своей поездке набрела на тканевый магазин вот прям как вот такой классический классический тканевый магазин я кроме тканей в общем-то больше почти что ничего нету и ты ходишь просто как аладдин в пещере разбойников потому что но просто из куда они взгляни везде красота и некоторые ткани я купила и привезла домой еще не знаю о том что я буду что-то начинать но предполагаю что все-таки хэллоуин и это уж точно начну готовиться поэтому вот у нас с вами сейчас на столе именно вот такая палитра вот так вот такие ткани потому что я уже точно знаю что я буду шить подушку подушку в которой я буду использовать схему от дизайнера студия и чем выглядит она вот таким вот образом это просто очень классная классная схемка вы знаете как я люблю овец и я увидев ведьму на овце я просто взвизну потому что это просто такое потрясающе сочетание для меня и и тут же совершенно купил он был еще главное что получилось так что купил ее дважды поэтому я хочу ее обязательно разыграть на бусте иметь ввиду на бусте среди спонсоров бусте и спонсоров ютуба будет обязательно розыгрыш вот этой схемы она очень небольшая но она безумно миленькая значит по размеру она 91 на 53 крестика это на шестнадцатой аиде или 32 каунте будет 14 с половиной сантиметров на восемь с половиной ну то есть это очень небольшая панелька замечательная замечательная история делать маленькие подушечки если вы любите такую штуку это замечательно зайдет в клапан проектной сумки это классно подойдет для какого-то декора конверта ну и вообще ну то есть 15 на 8 понимаете но это это 10 на 15 так как фотография и второе что здесь очень интересно это то что цветов то очень-то не так-то много есть где разгуляться в плане экспериментов здесь замечательно можно заменять нитки например там клауды использовать для овечки или нитки секционного украшения для тыков можно заморочиться и например пришивные элементы сделать вместо летучих мышей все что угодно вообще опять только фантазия только ваша фантазия мне кажется это вот те проекты которые я вот лично сильно для себя выделяю поскольку они ну вот они как раз будоражат вот это творческое творческое начало и располагает к тому чтобы что-нибудь попробовать в моем случае я в общем то пока подобрала нитки по ключу мне очень нравится эта палитра у нее такие абсолютно осенние цвета это прям будет очень и очень приятно работать единственным исключением здесь явился черный цвет я сразу же решила что я заменю его на вот этот вот черный перле от dmc у меня с ним хорошая история я черными перлехами вышивала музыкальную сумку с атемы когден и мне очень понравился эффект потому что черные крестики становятся вообще не просвечивающими они совсем немножко прибавляют объема вот самую малость и они вот абсолютно чернота чернющая мне поэтому мне очень этого хотелось понятное дело что в случае овцы я еще буду думать у меня есть эксперимент соответственно с овцами недавно проведенной может быть я заменю на шерстяные нитки может быть это будут клауды в общем это я еще буду конечно на эту тему думать в остальном единственное в чем я уверена так это в основе я буду использовать лунное серебро belfast это лен у меня оставался кусочек неиспользованный и в общем такой знаете тоже кусок который вот вот никуда его вот вроде бы никуда и тут вдруг этот проект который вот как раз получается что у тебя все сошлось вот ровно то что тебе нужно по раз по размеру поэтому кусочек дождался своего звездного часа и будет собственно употреблен для для этого мотива собственно все пока это все что я могу вам рассказать и показать единственное что опять повторюсь что это будет подушка поэтому я думаю что мне поскольку хочется очень ею насладиться в этом уже хэллоуине то я буду сильно напирать на этот проект быстро его отшивать и таким образом смогу вам точно его уже ближе к хэллоуину показать так так таким образом да тема карты я думаю мы с вами раскрыли и поэтому мы можем двигаться дальше следом следом друзья мои будет гранатовая тема гранат вообще очень символичный фрукт с ним связано гигантское количество всяческих мифов и он конечно же один из символов мобона очень сильно это проявляется в мифе о персифоне и аиде и съеденных зернышках граната в общем это там опять в колесе года буду больше уделять этому внимание а сейчас просто ну вот просто 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 гранаты друзья мои значит гранаты так получилось что у меня есть два отреза материи от акуфактума с гранатами почему у меня есть второй еще отрез я вам расскажу в следующем видео так что держу вас в курсе анонсирую в следующем видео вы узнаете что случилось и почему у меня их два и опять поскольку два два отреза я решила что господи мне очень и очень хочется что-то с гранатами домашнего плана домашнего плана то есть вот не совиный лес с классическим таким претензионным немножечко сэмплером а именно какой-то вот мне хотелось домашнюю какую-то вещь которая которую я могу использовать и друзья мои вы не поверите это будет фартук в общем я скажи кому конечно мало кто поверит потому что я и фартуки это дело достаточно странно сочетаемое было когда-то сейчас видимо пришло время понимаете для всего есть свое время вот видимо пришло время и для фартуков для его создания я буду использовать собственно ткань акуфактум и вышивку от жарптицы вот эти вот миниатюры да всем нам с вами известные и гранат была одной из таких миниатюр у меня в коллекции в коллекции и в общем-то я с радостью большой его еще раз обнаружила когда тут в общем перебирала свои запасы и поняла что он очень и очень хорошо в общем-то сочетается с тканью от акуфактума и в общем они друг с другом не сильно конфликтуют тут важно конечно соблюсти некоторые но но об этом я сейчас как раз и поговорю набор вышивается нитками неизвестного производителя я не знаю кто там даже не пнк видимо опять неизвестно просто нитки просто хб но палитра сама по себе очень сочная это осень вот как раз такая яркая скажем так есть в этой палитре что-то наверное летнее но если так вот скрутить 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 то в общем мне кажется получится очень-очень такая классная ранняя осень много винных много коричневых бежевых еще таких цветов приятно приятно мне кажется будет приятно значит шить на оригинальной аиде естественно я не буду и никому не советую я совершенно чудовищная аида я буду шить друзья мои на белой муране вот вроде бы да во первых белая мурана это очень редко редкий выбор у меня в проектах но вот тем не менее второе даша какая белая мурана и фартук скажите вы и будете правы но ничего не могу с собой поделать ничего не могу с собой поделать я подбирала разные основы ну то есть даже было мое любимое лунное серебро были попытки взять шалфейный вариант ну то есть повторяю хлопа была в общем я пыталась как могла смысл в том что все таки поскольку производители разные и манера отрисовки гранатов разная то она чем больше мы добавляем различных вещей в проект я сейчас поясню тем больше видна эта разность то есть например как только я добавляла например ну вот например у нас с вами акуфактум нарисован на белой на белой на белой основе если я брала серую основу для гранатов то вот вообще не пришей кобыле хвост было вот вообще вот просто сразу такое ощущение что из разных миров коллапснулись два стероида понимаете стоило взять только белой то все как-то нивелировалось сразу все сразу вместе как-то сочеталось все как будто бралось из одной корзинки поэтому я в общем перебрав повторю все что мне казалось сюда более-менее могло подходить решила бог бы с ним пусть будет белая ну заляпается ну заляпается да ну что ж это же фартук он должен жить своей жизнью он должен служить человеку он должен приносить ну короче он должен он должен он должен он должен он должен как-то жить понимаете ну не повы с ним ну заляпается в конце концов опять схема у меня остается второй кусок такой же материи у меня еще есть нитки подберутся наверняка они еще и останутся опять это не такой гигантский по вышивке проектище знаете как типа хаеда да нет это просто маленькая вышивочка которая у нас с вами девять на одиннадцать на четырнадцатой аиде то есть на на три стороны еще будет меньше соответственно ну давайте уже я решила для себя хорошо не давайте хотя присоединяйтесь безусловно давай дашь живем один раз ну в конце концов да давай радоваться давай давай сделаем эту жизнь вокруг себя вот приятную ты приходишь на кухню а у тебя там фартук висит который просто тупо уже хочется одеть не то что уже готовить а ходить одеть хочется для готовки сама модель фартука я ее сейчас продумываю потому что это будет не карман на груди как многие могут подумать а совершенно другой элемент я хочу попробовать один из скажем так вариантов этого будущего фартука что потом если это зайдет усовершенствовать у меня уже альфа и бета версия в голове есть в общем вышью сошью все фартук и обязательно обязательно вам покажу так третий проект это была карта кроу то бишь ворон и вот в общем то можно было бы наверное опять же таки из вышлистов своих вытащить просто гигантское количество всяческих вороньих схем которые у меня хранятся у меня даже медведица например лежит я до сих пор я я очень хочу и вышить но друзья мои я не знаю что со мной как-то повернулось у меня в голове но мне очень не хотелось еще один черный проект и так ведьма будет там все черным вышиваться и я решила ну хорошо может быть тогда не ворон может птица ну вот просто птица и тогда может быть не черный а розовый и вот сразу заиграла другими красками эта вся история потому что птица которая собственно подобралась она почему розовая потому что вся она розовая и палитра которая которую я буду вышивать она конечно вся такая очень женская она такая прям такая вся про женское начало я бы сказала вообще птица про которую пойдет речь которая понятное дело все уже наверняка отгадали она очень такая она про материнство она про про полет она про красоту про яркость персоналия и так далее потому что конечно же друзья моя речь здесь пойдет о фламинго вышивать я собираюсь you had me от фламинго от hands-on design люди на бусте в курсе что я значит очень это вся эта схема она это просто схема года потому что то я ее значит купила потом не купила потом значит нитки собирала не собирала заменяла не заменяла в общем она проделала долгий путь давайте так чтобы оказаться сегодня в стартах и заиграть новыми красками для меня схемка в общем то старая ее кто только не вышивал очень легко в интернете найти всяческие перенаборы в общем у меня только руки до нее дошли она я вам честно могу сказать я эту схему мне кажется сохранила еще пиратского пиратский вариант ее я не помню как только пришла на ютуб мне кажется ну в общем давно короче и она очень простая она очень примитивная я все понимаю но есть такие вещи ребят когда вот ну вот ты ходишь кругами то есть ты на нее натыкаешь что надо взять знаете как это женщины в магазинах там берут какую-то вещь смотрят смотрят кладут на полочку говоря какая красивая вещь кладут на полочку вот та же история произошла с этим фламинго и в конечном итоге положив ее на полочку в четвертый раз в пятый я решила что нет все я все я беру пока опять ее не сняли с какого-нибудь производства или еще чего-нибудь такое не произошло далее было опять жгучее жгучее желание вышивать ее дмс потому что ну что тут вышивать да вот ну что тут вышивать которая тоже как видите провалилась фламинго диктует понимаете она такая опять претензионная претензионная схема нет не зашло потому что там особые нитки особые оттенки особое все например опять же таки люди с бусте знают насколько врет сейчас вам камера страшно по поводу вот этой этого бирюзового цвета у вас на экране это вообще ни разу не такой цвет у него у бирюза вообще очень сложно передается любыми камерами и этот цвет не стал исключением он намного интереснее и сложно сочиненнее скажем так значит этих красоток я собираюсь шить для органайзера или для проектной сумки это у меня еще внутренние дебаты идут а дело в том что сам сама схема квадратная это 94 на 90 крестиков что на 14 аиде а я не буду шить на 14 я буду шить на муране 32 каунта это в общем то 15 на 15 понимаете ну то есть это очень очень небольшая вышивочка если добавлять сверху и снизу ее какие-то там пространство какое-то создавать для того чтобы сделать из квадрата прямоугольник то теряется композиция я вот серьезно я там старалась у меня была идея даже может быть дополнить это дело бисером опять дебатах в больших дебатах на этот счет у меня ну то есть как бы чтобы бисер немножечко сбалансировал композиционно вот это раздвигание верхних и нижних границ я потом подумала что господи я чтобы это сделать красиво это нужно обязательно чтобы бисер совпадал с оттенками ниток вот обязательно иначе это все полетит ну это все будет просто очень плохо а здесь проблема с этим то есть я не могу в общем то хотя наверное просто нужно поискать прийти в магазин и увидеть там эти залежи разного-разного бисера чтобы прям подойти и начать подбирать под ниточки в общем этот проект еще в раздумьях а шить я ее буду на муране как я уже сказала у меня единственное опять диктовать так диктовать да значит проект диктовал нитки теперь он диктует мне материю значит если присмотреться к самой обложке то можно увидеть что все-таки ткань которую выбрали для этого проекта не совсем белая она вот ну назовем там молочная наверное у меня нету такой ткани честно могу сказать поэтому мне либо шить на белый что просто вот сейчас я как раз у меня нитки разложены на белым смотрится достаточно контрастно но неплохо либо тонировать и в плане тонировки опять же таки у меня большой выбор либо затонировать вот буквально знаете чай вот так вот хоп обмакнуть и вытащить чтобы вот чутка вот прям чутка прям почти не видно чтобы было либо вообще заморочиться по полной и покрасить это дело гибискусом друзья мои потому что если посмотреть в интер ну опять слегка внимание слегка прежде чем я вам покажу как это выглядит важно напомнить слегка если посмотреть в интернете как выглядит ткань после окраса гибискусом то выглядит она ребята вот так понятное дело что вот именно так как это здесь показано я конечно же не буду украсить потому что иначе у нас с вами сольются все фламинги вместе с вместе с этой тканью но сделать чуть-чуть вот просто чуть-чуть и поразвлекаться конечно же с покрасом мне кажется это ну это может быть весело как сами фламинго как сама сами краски жизни потому что одна из причин почему я хочу их выбрать заключается в том чтобы вернуть вернуть в серые будни краски вот мне мне этого очень очень хочется поэтому вопрос основы остается я с удовольствием послушаю ваши размышления на эту тему ваши рекомендации ваши советы что вам больше было интересно даже посмотреть что касается еще этой схемы значит в набор входит не только значит 5000 фламинго но еще вот такие маленькие миниатюры и я хочу их использовать в частности вот эту вот круглую штучку круглая штучка вообще классно тем что очень универсально в плане сезонов это вам здесь и значит летний какой-то цветок это вам и зимняя какая-то композиция с елочкой это вам и весенняя травка вот столько с осенью немножечко это сложнее но мы будем считать что это будет черника а чё нет а чё нет ну в общем она классная ее можно вот использовать везде у меня много вариантов что с ним можно сделать и я хочу попробовать ребят сделать ягоду значит у меня в готовых скажем так проектах лежит отшитый помидор который мне нужно превратить в ягоду у меня есть купленная уже схема для вышивки непосредственно ягоды но там история какая вы вышиваете саму ягоду а пумпочку вы делаете из фетра например или ткани или там не знаю картона как хотите любые материалы а здесь мне хочется именно обратной истории когда сама ягода будет из ткани а вышивка вышивка будет вот как раз на пумпочке и мне кажется вот эта вот эта деталь туда прям замечательно заходит и можно с ней там в общем поиграть порезвиться из этой штуки будет сделана естественная игольница или какая-то просто декоративная может деталь но скорее всего игольница мне нравится эта идея когда вышивка служит везде поэтому это если будет проектная сумка то там точно к ней будет привязана ягода игольница это вот то что я очень и очень хочу сделать если если это будет органайзер то я из этой штуки буду делать магнитную держалку для игл я уже попробовала у меня в одном из проекте есть уже реализована эта идея в ближайшее тоже каком-то видео обязательно смотрите я проанонсирую чтобы вы это увидели потому что получилось очень прикольно я скажу так не буду просто я вас немножечко конечно сейчас заспойлер немножечко вас поинтригу но получилось очень круто следите тоже за анонсами и остальные тоже маленькие детали есть куда пристроить есть идея что с ними делать мне нравится что здесь это показано видите это все здесь на веревочке висит как как это сказать маяк для ножниц как маяк для ножниц естественно я это использовать не хочу потому что я большой не любитель когда на ножницах что-то висит а вот в органайзере использовать есть куда и поэтому я тоже здесь мечусь что из этого делать все-таки органайзер или проектную сумку в общем вот удивительное рядом вроде бы примитив вроде бы самое самое простецкое вообще что может быть но на каждом этапе ребят этого приключения фламинговского тропического стоят какие-то выборы понимаете какие-то все время поиски поэтому это тоже вопрос вопросов я буду очень рада если вы как-то поможете мне с нахождением этого решения куда же все-таки вести этот проект все-таки в органайзер или в проектную сумку так что жду ваших комментариев здесь внизу под видео вот такие три проекта у нас начались на основном канале остальные проекты ждут вас на бусте ссылочка обязательно будет в описании и в телеграме обязательно приходите я вам буду очень и очень рада а на этом друзья мои у меня сегодня пожалуй все я вас всех обнимаю мы с вами скоро увидимся всем пока пока и пока и Субтитры создавал DimaTorzok